А теперь поговорим тоже об одной любопытной программке. Я тоже давно ей пользуюсь. Называется она вот так. Ставится через менеджер программ или скачивается дебяновский файлик из моей кладовочки на кроке. Ну вот так, качать файлик alarm с моей кладовочки на кроке. Вот с моего сайта идете на кладовочку. Идете в программы. И вот alarm clock. Здесь два файлика, они абсолютно одинаковые. Нажимаете скачать. Спрашивает где. Ну допустим там на рабочий стол или в загрузке. И сохраняете все это дело. Файлик абсолютно крошечный. Вот он уже практически скачался. А тут уже дальше по нему кликаете. И пошла установка дебяновского файлика. Все ясно, как говорится, просто и понятно. Программка называется alarm clock. Вот если здесь завести alarm и нажать enter. то вот этот голубенький кружочек. На него нажимаете два раза. У меня он уже установлен. А у вас будет установить, ставите его. Затем, значит, в менюшке, находите его, запускаете. И он у вас вот здесь сидит. Значит, ну его нужно поднастроить. А поднастроить как? Редактировать, параметры. И вот здесь надо поставить две галочки, чтобы он автоматом запускался при старте системы. И чтобы он был минимизирован при запуске. Дальше. Вот, например, решили мы сделать новый сигнал. Сейчас 16.56. Ну, давайте я поставлю 57. Вот. Значит, через 33 секунды все это дело будет работать. А здесь, значит, я сохранить список равнов. Вот у меня он. Вот я здесь пишу. Сохранить. Ну, осталось 11 секунд. Давайте подождем. Посмотрим, будут ли какие-нибудь звуковые явления. Вот вы слышите. Ну, вот таким образом тревога, как говорится, отыграла. Значит, очень неудобная штука. Значит, причем она позволяет устанавливать не только на сегодня алармы, но и, как говорится, вот на любой месяц, на любой день, на любой год. Только, значит, нужно не забыть, что всегда сохранять это дело вот в списке ваших, как говорится, оповещений. Потому что, если вы этого не сделаете, то после перезагрузки у вас все будет исчезать. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Кстати, на настройках ABS Studio. Самый лучший вариант я все-таки подобрал вот такой. Посмотрите. Вывод. Так, запись. Вот. Контейнер, значит, матроска. И здесь от руки я просто-напросто взял и вписал в Orbis. Так вот, с такими параметрами, значит, получается очень хорошо. Хорошее качество звучания. Поэтому можете даже сравнить с предыдущими роликами. Но вот в данном ролике все звучит очень и очень даже хорошо. Всего доброго. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok